МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьёта. На первом показе в 1896 году короткометражка братьев Люмьер вызвала настоящую панику. Настолько изображение поезда, движущегося прямо на зрителе, было реалистично. То, благодаря чему больше ста лет назад был достигнут ошеломляющий эффект неподвижная камера, непрерывный переход от общего к среднему и крупному планам, сегодня базовые приёмы в съёмке не только кино, но и его младшего брата – телевидение, которое сегодня переживает переход в новую цифровую эру. О неконтролируемом страхе вряд ли приходится говорить, но опасения всё-таки существуют. Прежде всего, конечно, у тех, для кого телевидение – это традиционно один приёмник, несколько кнопок на пульте, ну и антенна. А теперь вот приставки, мультиплексы. Но так ли страшен чёрт, как его молюют? На карте региона практически не осталось аналоговых белых пятен. Тамбовщина готова перейти на цифровое вещание. Слухи о том, что вскоре, включая телевизор, большинство россиян не увидят ничего, кроме чёрного экрана, волнует общество далеко не первый год. Процесс цифровизации телерадиовещания в стране запустили в 2009-м. Привычному всем аналоговому ТВ планировали положить конец раз и навсегда уже через 9 лет. Но по решению правительственной комиссии довольно болезненный по понятным причинам процесс решили проводить поэтапно. В декабре ушедшего года аналоговое телевидение стало недоступно для жителей Тверской области. Через пару дней аналог отключат в Чечне и ещё семи регионах страны. В следующих 20-ти в апреле, а летом запустят финальный этап. В июне 3-го числа аналоговое вещание перестанет действовать на территории нашей области. Мы находимся на одном из объектов сети телевизионного радиовещания Тамбовской области, который называется радиотелевизионная передающая станция Донская. В этом здании у нас размещены как аналоговые, так и цифровые телевизионные передатчики, ну и радиовещательные передатчики, которые работают в диапазоне АФ. В частности, вот здесь вот находится аналоговый передатчик 6-го телевизионного канала, который выдаёт в эфир аналоговый сигнал 1-го канала. Здесь вот передатчик, который как раз выдаёт в эфир сигналы телекомпании «Новый век» совместно с звездой. Ну и радиовещательные передатчики. Это вот как раз те передатчики, которые будут отключены в этом году. Дом в посёлке Устинском Кувшиновы купили недавно. Сделать пустые комнаты уютными ещё предстоит, но телевизор уже стал центром общего семейного сбора. Цифровую приставку Кувшиновы получили в дар от российской телерадиосети. Маленькая антенна в любом уголке дома выдаёт устойчивый сигнал. Включаем наш любимый канал. Ой, смотри, 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 какой кончик. Можно пахнуть, но он чистил. Отец семейства до вечера на работе. Цифровое телевидение станет для него сюрпризом. Пока папы нет дома, дочки осваивают ассортимент программ. Мультфильмы для девочек, а для родителей новости. Подарочные комплекты с ресивером и компактной комнатной антенной Тамбовский филиал РТРС презентовал более чем 20 многодетным семьям. О причине такой щедрости пока догадываются не все их члены. Для них главный результат. А вот взрослые понимают вскоре, когда аналоговое телевидение уйдёт впрок. Пошлая приставка станет единственным средством получения доступа к эфирным программам. Оборудование для передачи цифрового сигнала в Тамбовской области уже настроено и успешно функционирует. У этих передатчиков нет ни перерывов, ни выходных. Но в целом условия работы комфортные. В помещениях, где установлено устройство, практически стерильная чистота. И температура не выше 25 градусов. Оборудование во всех смыслах дорогое. Один такой передатчик заменяет сразу 10 аналоговых устройств. В отдельном помещении... Это один передатчик, сразу 10 телевизионных каналов. То есть, грубо говоря, он заменяет собой 10 телевизионных передатчиков и 3 радиовещек. Важно понимать, что цифровое телевидение без подключения дополнительных гаджетов доступно лишь тем, чей телевизор был выпущен позднее 2013 года. Такие приемники поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. Те, что старше 8 лет, и ламповые телевизоры принимают только аналоговый сигнал. Для того, чтобы не остаться в информационном вакууме, обладатели таких приемников должны приобрести ту самую цифровую приставку. В основном все зависит от местности, где вы проживаете, где будете смотреть. То есть, если удаленное место, то желательно приставку подороже взять, в которой прием будет получше. Если в Тамбове, то можно, допустим, самую простую, 1250 рублей. В подключении у них есть тюльпаны, что для старого телевизора очень важно. Или HDMI, если телевизор новый, но без поддержки Т2. Также в приставках имеется USB-порт. То есть, можно, допустим, понравилась какая-то передача, можно USB-флешку вставить, поставить таймер, записать нужную программу, а потом просто прийти домой и вечером посмотреть. Такая многофункциональная приставка обойдется примерно в полторы тысячи рублей. Самая дорогая почти в две тысячи. При этом даже бюджетный вариант без каких-либо дополнительных функций обеспечит комфортный просмотр 20 каналов, которые сегодня входят в состав двух бесплатных мультиплексов или, если проще, двух пакетов. Помимо большой ТВ-тройки, это телеканалы детской и музыкальной направленности, а также ряд развлекательных и общественно-политических федеральных телевещателей, ну и три радиостанции. Каждая приставка оснащена пультом дистанционного управления, с помощью которого можно не только увеличить громкость или переключить канал, но и посмотреть программу передач прямо на экране телевизора. Ощутить на себе все плюсы перехода на новые технологии можете и вы. Телевидение «Новый век» шагает в ногу со временем. Мы перешли на совершенно новые технологии производства программ. Изменения видны повсюду. Полностью переоснащены служебные помещения, оборудованы аппаратные, запущены новые серверы. В здании телекомпании уже отремонтированы студии новостей и авторских программ. Завершается ремонт еще двух. Это масштабная работа, которая предшествовала не менее серьезная подготовка. А началось все с конкурса Роскомнадзора несколько лет назад. Дело в том, что в общедоступные мультиплексы не включено региональное телевидение. По закону за областными вещателями закреплена 21-я кнопка в кабельных сетях. Но для того, чтобы вести разговор со зрителем на этой частоте, телеканалы должны пройти конкурс. Новый век его выиграл. И теперь это единственное региональное телевидение, вещающее круглосуточно. Наступил такой момент, когда наша телекомпания зашагала в ногу с прогрессом и полностью, практически перешла на новые технологии производства телевизионных программ. Каждый телезритель в кабельных сетях может смотреть нашу программу на 21-й кнопке, нашу программу в формате 24 на 7, то есть полностью собственное программирование со своими программами, со своим контентом. Сегодня в области работают 18 операторов кабельного телевидения. В Тамбове большинство из них транслируют общедоступный региональный канал «Новый век» на 21-й кнопке пульта. А федеральный оператор кабельного телевидения «Ростелеком» уже показывает нас во всех районных центрах. В отдаленных уголках региона ситуация чуть сложнее. Национальная программа «Цифровая экономика» – то, что поможет ее исправить. Суть в том, что в ближайшие три года специалисты «Ростелеком» проложат в Тамбовской области буквально тысячи километров волокон на оптических линий связи. Это не только расширит охват сети, но и повысит надежность распространения цифрового сигнала. В рамках этой программы мы планируем в ближайшие три года охватить, наверное, беспрецедентное количество различных объектов, населенных пунктов. Мы также и являемся провайдером цифрового телевидения. Начали мы заниматься этим еще в 2009 году. И тогда местные телеканалы, так называемые местные врезки, попадали к нам с областного РТПЦ в аналоговом формате. На сегодняшний момент все телеканалы мы уже получаем в цифре, в том числе и телеканал «Новый век», наш областной телеканал, который вмещается в нашей сети на отдельной кнопке. Выпуски самых свежих новостей и авторские программы – еще не все, что доступно на 21-й кнопке. Теперь телеканал «Новый век» – это канал информационно-развлекательный. За вторую часть отвечают качественные отечественные программы, фильмы и сериалы, а скоро эту миссию поддержит собственный утренний канал. Долгожданная эфирная новинка такого в Тамбовской области еще не было. Наш утренний проект будет сниматься в новой телестудии, которая сейчас строится. Она создавалась по уникальному дизайнерскому проекту с использованием новых телевизионных технологий, чем мы очень гордимся. Наша студия будет состоять из трех зон. Одна зона гостевая, другая зона кулинарная, которая будет трансформироваться в медицинскую зону, и зона музыкально-развлекательная. Такой вопрос, как вы, в принципе, оцениваете подготовку у всех регионов к переходу на цифровое телевидение? Не окажется ли так, что у нас, так скажем, останутся забытыми, не богом на цифрой, какие-то маленькие населенные пункты? Как обеспечить интересы тех, для кого покупка даже самой дешевой приставки, какой-то техники – это все-таки удар по бюджету? Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами. Вот сейчас в Твери проходит такой эксперимент, потом у вас будет. В Твери пока нареканий нет. Как мне губернатор докладывает, он проехал чуть ли не по всем населенным пунктам, внимательно сам за этим смотрит, будут оказывать поддержку всем, кто нуждается в этом, для того, чтобы переключиться на цифру, в том числе это касается вот этих приборов небольших, необходимых для того, чтобы принимать такое качество телевидения. Но вот потом еще там пара-тройка регионов, вот так вот постепенно-постепенно. Была идея переходить резко, не буду скрывать, быстрыми темпами в течение полугода. Я сказал, нет, мы так не можем поступить. Мы должны действовать очень аккуратно, внимательно следить, что будет происходить на территориях. И, безусловно, обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги, но за личные купить эти приставки. Ну, будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях. И двигаться аккуратно дальше. Жители Тверской области на личном примере убедились, есть жизнь без аналога. Почти два месяца, как приемники в их домах, вещают только на цифре. Меньше телезрителей в регионе не стало. Впрочем, как показали исследования Минкомсвязи, лишь 5% населения страны готовы безболезненно отказаться от телевизора. В некоторых регионах вообще не подходят к ящику около 10% населения. Но это никак не связано с внедрением новых технологий или с перебоями в вещании. А то, что променять ящик на компьютер с выходом в интернет, наша страна пока точно не готова, говорит и аномальный рост спроса россиян на телевизоры, причем наибольший в 94%, зафиксировали в конце минувшего года. Тенденцию аналитики связывают как раз с отказом от аналогового вещания. Всего с января по ноябрь покупатели потратили в интернет-магазинах на телевизоры почти полтора миллиарда рублей. Из них свыше 300 миллионов рублей именно в ноябре. Итак, отказываться от телевизора вы пока не готовы. Но переход на новые технологии, как, впрочем, и все новое, пока пугает. Важно понять, что телевидение не становится менее доступным. Наоборот, 20 каналов, которые раньше входили только в платные пакеты, теперь может смотреть абсолютно каждый бесплатно и в отличном качестве. Цифровой формат поддерживают абсолютно все телевизоры, которые куплены позднее 2013 года. В противном случае вам придется приобрести цифровую приставку. Но и аналоговое телевидение пока тоже доступно. Его отключат только 3 июня. Ну и самое главное, чтобы быть в курсе всех последних событий региона, оставайтесь с нами. Областное телевидение «Новый век» доступно на 21-й кнопке во всех кабельных сетях. Начну подружаться, было понятно. ...социально, когда я не собираюсь в курсе телевизора, но на 20-й кнопке во всех кабельных сетях будут на действительности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...